Изначально концессионное соглашение предполагалось заключить на 10 лет. Там было три стороны, в том числе МОП спецэтыха, администрация и концессионер, которые там за управление отходами. И МОП спецэтыха предполагалось оставить для того, чтобы существовало муниципальное предприятие, можно было туда завести какие-либо другие виды деятельности, но этого сделано не было, и потом вступил в силу закон, который предполагает, что до 2025 года должны все муниципальные предприятия, которые не составляют конкурентную среду, которые не являются монопольными, естественными монопольными, такие как водоканал у нас, например, и БЭТ, если бы у него были одни троллейбусы, там электротранспорт, то все остальные муниципальные унитарные предприятия попадают под ликвидацию до 2025 года. Поэтому в настоящее время у нас есть план ликвидации предприятий муниципальных. И вот первым в этом списке у нас, так как не очень востребованное оно и нужно, это предприятие, попал МОП спецэтыха. Вот мы на собрание депутатов вышли, получили положительное решение, дальше будем ошлять действия по ликвидации в соответствии с законодательством. Все, что создано на полигоне, в том числе все карты, все сооружения, которые там созданы, это собственность Балаковского муниципального района. Концессионер создает это, концессионная плата по концессионному соглашению не предусмотрена, и все это остается как муниципальное имущество после завершения концессионного соглашения. По концессионному соглашению плата была не предусмотрена, там был заключен договор аренды на земельный участок под этим полигоном, и вся плата от арендной платы поступала в бюджет Балаковского муниципального района. Соглашение, никакие пункты, никакие изменения не подлежат. Сам текст концессионного соглашения, обязательства, права, все сохраняется. Ну а как работали за управление отходами, так и работаем, напираем на систематику. Продолжение следует...